Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие мои подписчики и половина не подписчиков. Призываю вас присоединиться к нам, потому что это важный, это клуб умных людей, которые хотят стать еще лучше, которые каждый день делают для себя что-то, чтобы быть лучше, чтобы построить свою самую лучшую жизнь. Весь канал об этом. Сегодня я приготовила для вас 26 пунктов, я помещу их в описании к видео, которые я назвала так. Итак, жесткая правда жизни, которую необходимо знать всем. Я это написала из своего жизненного опыта, из наблюдения за другими людьми. В общем, все, что я знаю о жизни к своему времени, я делюсь этим с вами. Надеюсь, что это будет полезно. Итак, первое. Перестаньте иметь трудные разговоры с людьми, которые не хотят меняться. Это напрасная трата времени и энергии вашей жизни. Второе. Перестаньте встречаться с людьми, которые не дорожат общением с вами, не интересуются вами. Третье. Это наш инстинкт делать все, что мы можем, чтобы получить благодарность от тех, кто вокруг нас. Но это ворует наше время, энергию, ментальное и физическое здоровье. Четвертое. Подумайте, нужна ли вам эта благодарность, нужна ли вам эта благодарность и какую цену вы за это заплатите. Четвертое. Когда вы начнете бороться за радость своей жизни, за интерес к жизни, то не все, кто сейчас рядом, будут готовы последовать за вами. Дайте им уйти. Это не означает, что вы должны поменяться. Это означает, что нужно дать уйти тем, кто не готов быть с вами рядом на этом пути. Четвертое. Если вас игнорируют, оскорбляют и забывают, а вы продолжаете посвящать этим людям свое время и отдавать себя, вы не делаете ничего хорошего для своей энергии и для своей жизни. Седьмое. Может быть, если вы перестанете приходить сам или сама, никто не будет вас искать. Может быть, если вы перестанете звонить и писать сообщения, ваш телефон будет молчать неделями. Десятое. Это не означает, что вы разрушили отношения. Это означает, что только вы пытались их удержать. И только вы для них старались. Это не любовь, это привязанность. И только с одной стороны. А это очень слабые связи. Двенадцатое. Вы отдаете себя тем, кто не ценит вас, а только использует в своих интересах, в своих целях. Вы заслуживаете большего. Четырнадцатое. Самое ценное в этой жизни – это время и энергия. И они очень, и то, и другое, очень лимитированы. Люди и дела, которым вы отдаете свое время и энергию, определяют ваше существование. Когда вы осознаете это и начнете понимать, тогда вы поймете, кто должен быть рядом с вами. Вы начнете осознавать самые важные вещи в жизни, которые вы можете сделать для себя и для людей вокруг вас. Защищая свою энергию и свое время, как самое ценное из того, что у вас есть. Сделайте свою жизнь самым важным из того, что у вас есть. И не позволяйте никому, особенно не вашим людям, воровать ее. Вы не ответственны кого-то спасать. Скорее всего, из этого ничего не выйдет. Это не ваша ответственность убеждать кого-то стать лучше. Это не работает. Это плохая идея быть для не ваших людей и отдавать им свою жизнь. Вы заслуживаете настоящей дружбы, преданности, которая будет наполнена любовью и здоровыми, прекрасными отношениями. Решив однажды дистанцироваться от вредных для вас людей, вы даете себе любовь, уважение и счастье к качеству жизни, которого вы заслуживаете. И это самое лучшее, что вы можете для себя сделать. Для себя и для своих близких. Потому что наши дети копируют наше отношение к себе, а не наше отношение к ним. И это определит их жизнь, определит то, как они проживут свою жизнь. Потому что единственный способ иметь вокруг себя людей, которые искренне любят и ценят вас. Потому что только в окружении любящих и ценящих друг друга людей мы можем быть по-настоящему счастливы. А жизнь этого стоит. Если не так, то я не знаю, зачем строить вообще другие отношения. Но надеюсь, дорогие друзья, что у вас есть свои пункты, вы добавите. Что вам понравилось это, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы я понимала, что вам нравится такое типа видео, которое я делаю в последнее время. И я надеюсь, что у вас будет много-много своей мудрости жизни, которую вы сейчас поделитесь в комментариях. Я это жду. Всего вам самого хорошего. Целую вас, обнимаю. До следующей встречи в следующем видео. Пока-пока. Bye. Bye.